Вы знаете, очень большая проблема – это история детского воспитания в принципе. Вот если привести пример даже по Америке. Когда я был совсем юным, я восхищался таким писателем и экранизацией его книг Марком Твеном. Например, ребенку нужны герои, которых он будет копировать и в движении, и в песочнице, и в детском саду, и так далее. Формируется личность, кого ты уважаешь и кем ты восхищаешься. Но, например, в той же самой великолепной индустрии Голливуда, я говорю, все вот эти киностудии, которые на весь мир заполонили и фильмами, и детским кино, и мультфильмами, шикарными, я имею в виду технологические. От Тома Сойера, доброго парня и его тетушки Полли, мы перешли к животным, Микки Маусом, кто цены дерутся, постоянно друг друга молотят. И у нас из союзмультфильмов и детских советских фильмов мы тоже стали создавать такие брутальные персонажи, а ребенок это смотрит, потом он около телевизора начинает драться с бабушкой, с папой, с мамой. Почему? Он не потому что дерется. Он впитывает в себя персонажа, который красив, интересен и так далее. Это огромная проблема в педагогическом воспитании, вообще формирование личности, потому что жестокость, она сначала идет на подсознательном уровне, а потом она преобразуется в какие-то другие формы. И эти формы на самом деле ведут к чему? К воинам, потом к пьянству, к наркомании. Почему? Потому что она вообще жестокость опустошает душу. А человек Учаковского от двух до пяти, я согласен с его утверждением, формируется личность. В шесть, в семь, в девять, в десять уже человек тот, который был тогда. И если наши мудрецы от искусства, кино, теле и вот этих вот всех детских вещей не поймут это, что надо зарабатывать деньги не на быстром успехе, а на формирование личности в длину, тогда нас ждет большая проблема исправления человека потом. Но это практически невозможно. Продолжение следует...